Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове или «Мужская пятница». Здравствуйте, добрый день. Напомню, что сегодня 26 декабря. Пятница и в этой студии Николай Голиков и Владимир Сметанин. Здравствуйте. Чуть позже наших гостей представим для начала повестки дня. Как обычно, мы будем с вами два часа. Во втором части мы будем говорить о ситуации в банковской сфере. О том, что сейчас происходит с вкладами, с кредитами и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, почему это привязано у нас к текущей экономической ситуации. К нам в гости придет первый вице-президент «Вятка Банка» Андрей Семеохин. Во втором же части, в 12.30, по традиции уже, у нас будет программа «Гол и весел». Все верно. Все верно. Мы снова выйдем. Ну, а прямо сейчас у нас такой журналистский между собойчик, если позволите так выразиться, начинается. Я приветствую. И Николай тоже приветствует, разумеется, наших гостей. Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант». Добрый день. Здравствуйте. Алексей Дурново, журналист «Эхо Москвы», главный редактор сайта «Дилетант.ру». День добрый. Добрый день. И еще одна наша коллега, Екатерина Конакова, редактор сайта «Эхо Москвы» и старший редактор сайта «Дилетант.ру». Да, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня путешествие дилетантов. У нас сегодня путешествие дилетантов, да. Но Екатерина вообще разбивает вашу концепцию «Мужской пятницы»? Нет. Нет? Нет. Мы в анонсе-то говорим, что мы общаемся, безусловно. То есть, гендерных ограничений нет. В последнее время у нас что-то редко дамы у нас бывают. Почему так получается? Мы их испугали своим анонсом. Да. Ради порядка мы должны озвучить номера наших телефонов. Это прямой эфир, безусловно. 708-502. Если у вас появятся вопросы нашим гостям, мнение захотите высказать, звоните 708-502. Вот видите, номер гораздо короче, чем в московске. 708-502. Номер для СМС 8909-720-101-0. Пишите, не забывайте подписываться. Ну что, сразу же обозначу причину вашего визита в нашу студию. Сегодня в библиотеке имени Герцена будет презентован 12 номер исторического журнала «Дилетант», который полностью посвящен городу Кирову. Можно небольшой коррективу? Не полностью. Не полностью. Главная тема. У нас каждый номер имеет главную тему и другие материалы. Так вот, главная тема, поскольку она действительно, материалы, посвященные Кирову, немножко вышли за ее пределы, он занимает примерно половину номера материала, связанной с Кировым. Как с городом, так и с человеком. Для наших слушателей скажу, что если вас заинтересовала эта тема, то сегодня в 2 часа дня в библиотеке имени Герцена начнется это мероприятие. Вход, насколько я понимаю, бесплатный. Для нас, я думаю, надеюсь, и бесплатный. А дальше я не знаю. Даже не знаю. Мы готовы и заплатить за вход, если за общение с читателями. В январе журнал будет отмечать трехлетие, да, уже? В январе 12-го года вышел. Ну да, 36-й номер, вот этот 12-й декабрьский, значит, мы закрываем первое трехлетие. Первую трехлетку. Ну, собственно, первый вопрос, почему именно нашему городу посвящен этот номер? Почему именно Киров? Почему именно Киров? Ну, вы знаете, так вообще-то можно сказать про каждый материал и про каждый номер. А почему я этому? А почему меня, нас, всех, кто так или иначе связан с журналом, очень часто задают этот вопрос? Но это невозможно ответить, да? Потому что, ну, вот как-то в каждый определенный момент рождается какая-то идея, да? Рождается какая-то идея, которую мы потом начинаем реализовывать. Вот мы думаем, мы сидим, у нас нет плана на год. Мы фактически планируем уже следующий номер, вернее, так вот, первый номер мы уже, так сказать, он уже в работе, а второй номер мы еще до конца даже не знаем, какой он будет, да? Ну, тут, получается, режим оврала некого, возможно. Ну, нет, это не режим оврала. Мы как бы хотим, как ни странно, но история, она ведь очень актуальна, да? И мы хотим каждый раз каким-то образом все-таки привязаться к сегодняшнему дню. А события развиваются так быстро, что мы не знаем, что произойдет завтра, и какая тема будет, историческая тема будет созвучна вот событиям сегодняшнего дня. Что касается Кирова, то мы знали, что 1 декабря отмечалось, ну, отмечалось, я даже не знаю, немножко не то слово по отношению к убийству, вот, но, значит, это дата 80-летия убийства Сергея Мироновича Кирова, в честь которого, собственно говоря, и назван ваш город. И вот мы сначала оттолкнулись от самого этого убийства, да, как от уголовного дела, если хотите. Вот, а затем пришли к тому, что, собственно говоря, почему столько городов, да не только городов, там, не знаю, заводов, фабрик, театров, в общем, все, чего можно, названным именем Кирова. И, как бы, таким образом мы перешли к тематике чисто такой кировской. Что такое город Киров, какая у него история. Я бы сказал, больше мы, так сказать, занимались, правда, историей Вятки, скорее, чем города Кирова. Если считать, что город Киров, это, скорее, советский период, да, то мы, там больше, конечно, материалов, причем, что очень приятно, очень качественных материалов, написанных местными вятскими историками. Ну, в частности, это историк Антон Касанов, главный специалист Государственного архива Кировской области, да, у него статья про Григория Булатова, нашего земляка, который первым водрузил. Который первый водрузил, я просто, я не знаю, если у вас здесь, вы здесь слушаете «Эхо Москвы», да? Конечно. Поскольку я уже, сколько, десятый год веду программу «Цена Победы», то я, вообще, у меня была эта тема несколько лет назад, мы разбирали, там есть и казахская версия, кто первым там воздрузил Знамя Победы. Версий очень много, но Булатов, конечно, такая самая, может быть, трагическая фигура из всех. И, собственно говоря, эта история одна из многих подтверждающих, насколько мифологизирована история войны. — Ну, кстати, сайт ведь тоже был в эти дни посвящен Кирову в основном, потому что мы как-то идем вслед за журналом. Мы чуть постарше журнала, мы трехлетие уже отметили, но мы так последовательно выходим в журнал. — То есть сначала электронная версия была? — Да, сначала, вот мы 21 декабря, мы в день рождения Сталина, 21 декабря 2011 года, мы как раз вот и запустились чуть-чуть раньше. — 21 января 2012 года, через месяц, вышел первый номер журнала. — Так что, но мы тоже первые недели после выхода номера мы идем строго по темам журнала. У нас там был очень нашумевший опрос, стоит ли переименовать Киров обратно в Вятку. Поскольку у нас голосуют в основном жители других городов, то там, естественно, большинство сказало, что нужно, конечно, переименовать. — Насколько я помню, 84% сказали, что надо, 13% против и 3%, ну трое, 3%, 3%. В общем, надо сказать, что довольно много народу проголосовало. — Потому что термин Вятка за пределами нашего региона, он более как-то на слуху, да, и более употребен. — Ну, просто исторически так сложилось, что, ну, Вятка, речка Вятка, Вятский край, вот это название, оно как-то вот так укоренилось в голове, да, и вот Вятка как место ссылки, все же в школе учились, что Вятка — это место ссылки. Это не только мы учились, во всех учебниках было. Поэтому как-то больше отложилось вот это. — Нет, но у нас такая аудитория специфическая. Мы вообще, когда поднимаем вопросы переименования чего-нибудь, особенно если это переименование чего-то связанного по названию с советским периодом, у нас, как правило, где-то под 80% отвечают, что да, нужно переименовать. Даже если это, скажем, Ленинские проспекты, переименование, которого никто, кроме нас, и то мы это в шутку делали, не говорит, но, тем не менее, там всегда примерно так вот, 80 на 20 или там 85 на 15. — А вы в какой процентной зоне находитесь? У вас же есть? — В любом случае, личное мнение. Ну, Виталий Наумович представитель более старшего поколения. Алексей, Екатерина. — Ну, да, молодые. — У вас расходятся позиции? — Я не знаю, я не знаю, какая у них позиция. — У меня абсолютно рациональный взгляд. Мне кажется, что вообще дико было переименовывать все. Но сейчас уже, если не переименовали, когда была кампания по возвращению исторических названий, то это, во-первых, у вас же был, по-моему, референдум. — У нас был вопрос очень интересный. И очень интересно, как всегда, главное, как поставлен вопрос. А было два вопроса в вопросном месте. Я так и назывался референдум о вятке и водке. То есть, как бы, вопрос ставился так же. Либо, ну, как люди отвечают. Да-да-да, нет-нет. Соответственно, так как по водке ответ был понятный, что не запрещать, не повышать цене ее как бы не стоит. Понятно ведь всем. Кто же по-другому-то ответить, кто же жить-то не хочет. Соответственно, получилось так, что когда прошел референдум, то по вятке и водке, как бы все сказали, что мы переименовать не хотим. И вот этот результат, он есть. Это было в начале 90-х годов. И поэтому, возможно, вот в ту общую... — Начало 90-х? — Да, в начале 90-х. — То есть, уже сейчас, в 2000-х, это не проводилось? Больше не проводилось. Проводились различного рода вот такие, ну, частные опросы. — Никита Юрьевич все-таки ведь что-то говорил о том, что, возможно, будет проведен референдум. Но пока это не произошло. — Но, видишь, начались сложные времена, и как бы все-таки достаточно... Ну, все равно это требует денег и проведения референдума, и, в принципе, переименования. Поэтому, как вопрос, чисто с точки зрения финансовой, почитался неактуальным, и он стал откладываться потихоньку. — Вот я и говорю, что это экономический вопрос сейчас. — Молодежно-скосервативно. — Нет, потому что, если это название не наносит ущерба морального жителям, то имеет ли смысл тратить огромные деньги на переименование всего? Да, потому что это вопрос экономический сейчас. Если уже, когда была кампания, и всему возвращали исторические названия, и этого не сделали, то дальше это уже экономический вопрос. — И здесь еще такая тема есть. Все-таки у нас достаточно возрастная область. То есть, ну, так получилось. Условно говоря, по проценту людей, так сказать, вышедших с трудоспособного возраста, и среди них очень много сторонников именно советского названия, Киров. И чтобы просто, ну, понимаете, не напрягать общество еще и по этой линии, возможно, как-то вот это решение было отложено. — Вам-то самим. — Вы знаете, а можно я скажу? — Я согласен, Алексей, потому что мне просто... — Я согласен с вами, Алексей, потому что не время. — Да, мне это очень любопытно, что молодежь вот против переименования, старшее поколение Кировское, да, вы говорите, тоже против переименования, а старшее поколение, правда, не Кировское. Я считаю, что надо переименовывать. — Нет, я не говорю, что все старшее поколение есть. — Ну, я понимаю. — Разный подход, безусловно. — Я считаю, что надо обратно, надо возвращать в Вятку, потому что, слушайте, ну, значит, Киров среди топонимов, да, занимает третье место. — Интересно, да, это мы знаем. — А второго не называйте, второго не называйте, может быть... — Николай мне уже задавал вопрос до начала эфира, я в курсе, я не угадал. — А мы задавали этот вопрос в Москве на московском эхе, если у вас это не слышали, тогда, может, и ответят. Вот, если слышали, то... — Вы знаете, вот, пока я не услышал это на эхе на московском, я, честно говоря, мог бы предположить кого угодно. — То есть сейчас не называть? — Давайте пока не будем называть, пусть люди просто слушают нас и подумают, да, а потом мы вопрос не проведем, но хотя бы, к сожалению, на первом, давайте понятно. — Потому что я даже не знаю, я могу предположить, кто на втором месте, не знаю. — Вот сотрудник, который не читает журнал. — Я честно тоже. — А давайте викторину какую-то организуем. — Да про меж собой тогда. — Дин, давайте тут точно поставим вопрос. Итак, самый распространенный топоним в честь советского какого-то деятеля. Первая тройка. Первую мы назвали Ленин. На третьем месте Киров. — Кто на втором месте? — 708-502. Позвоните, кто на втором месте, мы вручим вам в честь Нового года наступающего кружку. Нашу фирменную. Эх, Москвы. Звоните. 708-502. — Хотелось бы, чтобы поподробнее все-таки о журнале рассказали. — О журнале? Ну вот журнал с таким странным, наверное, названием для многих. «Дилетант». Родился он три года назад, как мы уже сказали. Хотя в головах он родился намного раньше. Еще в 90-е годы. Я работал с Абкором во Франции, Горео Новостей. И ко мне достаточно часто, даже слишком иногда часто, я надеюсь, что Венедикт с меня не слышит сейчас, вот, приезжал, значит, Алексей Венедиктов. И мы там вот смотрели на французские издания, это подобные журналы, вот, исторические, очень яркие, популярные, иллюстрированные, потрясающие. И у нас 70 люди текли, вот такой бы журнал у нас издавать. Ну, здесь сколько прошло лет, и вот это, и, значит, наша мечта, идея, она реализовалась вот только в 12, ну, в 12-м году, вернее, вышел номер первый, а, ну, где-то, значит, осенью 11-го года мы, наконец-то, нашли инвестора. И вот, собственно говоря, запустили этот проект, он безумный для нашего времени, потому что запускать бумажные проекты, бумажные прессы сейчас, конечно, не, 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 как-то вроде не полагается. Многие над нами не то чтобы издевались, но говорили, типа, вы сумасшедшие, вы дилетанты, вот. Вот, но мы, тем не менее, вот рискнули, ну, не могу сказать, что, там, огромные, что ли, там, тиражи какие-то, да, но для сегодняшнего дня, я считаю, что у нас, в общем-то, успешно он идет. А сейчас какой тираж? Ну, мы, значит, первый номер три года назад, значит, в январе 12-го года вышел тиражом 7 тысяч экземпляров, сейчас обычный номер выходит тиражом где-то 50 тысяч экземпляров. Вот, этот номер 12-й вышел чуть большим тиражом, потому что мы там дополнительный тираж как раз для Кировской области. Италий Новымович, простите, я вас прерву, у нас звонок есть, алло. Алло. Да, здрасте, как вас зовут? Добрый день, Дмитрий. Дмитрий, кружка вам достанется, назовите второго. Кроме Сталина я никого не могу называть. Со Сталином, к сожалению, названий практически уже не осталось, так что вы кружку не получите. Дмитрий, увы, увы, это не Сталин. Вот, 708-502, хотите получить от нас новогодний подарок, звоните, напомним, да. Первое место Ленин, третье место Киров, кто на втором месте? Я, кажется, сообразил, кто на втором месте. Он хочет кружку. Нет, 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 давайте, давайте, это самое в конце. Алло, алло, еще звоночек. Алло. Да, здрасте, как вас зовут? Меня зовут Дмитрий, сам Юрий Гагарин. Признаетесь, подсмотрели где-то, да, слышали? Да, слышал. Слышали. Ну, все понятно. Но, тем не менее, все по-честному. Да, Дмитрий, не кладите, пожалуйста, трубку. Поздравляем вас поговорить с нашим редактором Анной. Она вам объяснит, где можно эту кружку самую получить. Надо сказать, что когда вам в Москве-то задавали вопрос, очень многие, конечно, как обычно, отвечали. Но Гагарин не сразу появился, смотри. Он, понимаете, у Сталина, правда, не называли. Все-таки после Хрущевского периода названий со Сталиным осталось мало. Практически, я думаю, что и не осталось, в общем. Тогда была очень активная кампания. Только институт Мопедия, по-моему, осталась. Активная очень кампания по переименованию всего и вся, что связано с именем Сталина. Был даже анекдот такой, что Институт Стали переименовывают в Институт Лени, потому что все же переименовывали по имени Ленин, что было имени Сталина. Продолжим про журнал распространения его по стране. Каким образом происходит? Ну, это самая больная тема, потому что это, к сожалению, распространение от нас не зависит. Существуют так называемые сети распространения, которые у нас закупают журнал и везут по тем точкам, которые они считают для себя правильными и выгодными. Поэтому я знаю, что во многих городах хотят журнал, но он туда не доходит, просто потому что сеть распространения этим не занимается. Есть другая форма. Если вот открыть сайт, дилетант.ру, то там возможно подписаться на журнал. Там, кстати говоря, есть очень одна смешная история, сейчас расскажу. Можно подписаться на журнал напрямую, что называется, и вам простая редакция будет посылать по адресу, по квитанции, которая фигурирует в квитанции, которую там человек оплатит. Я взглянул, цена достаточно демократичная, 130 рублей для регионов России. Ну, это не мы ее устанавливаем, да. Ну, в принципе, да, она довольно демократична. Там еще плюс, там можно купить отдельный журнал, да, там какой-то номер. Ну, выгоднее покупать подписку на подводы. Почему многие начали коллекционировать, я просто знаю, этот журнал, поскольку он не сильно устаревает, в силу того, что он исторический, да, вот, то многие, сейчас вот те, которые увлеклись журналом в последнее время, они начинают там покупать журналы, там, первые, да, хотя некоторых уже нет вообще. То есть он достаточно успешен, я бы так сказал. Может быть, опять же, неожиданно, повторюсь, может быть, опять же, неожиданно для многих людей, в какой-то степени, наверное, для нас, что вот такая бумажная версия средств массовой информации вдруг неожиданно, значит, как это пользуется популярностью. Я думаю, это идет от того, что просто такого, журнал такого формата на рынке журнальном российском просто нет. Ну, сегодня ты на встрече с читателями. Как-то возможно будет журнал приобрести? — Что касается распространения, у нас часто происходят выставки. То есть мы ездили в Санкт-Петербург на книжную выставку, и там, соответственно, продавали журнал «Дилетант». Помимо этого, еще у нас есть два «Альманаха», потому что, так как сказал Виталий Наумович, у нас многих номеров уже нет в наличии, но в книге «Альманахи» они есть. То есть те коллекционеры «Альманаха»… — То есть это те, которые были в журналах, они их собирали… — Мы их собирали с одной стороны, используя административные ресурсы, а с другой стороны, демократическую процедуру. Часть материалов мы как раз на сайте проводили голосование, отбирали сами читатели, которые они читали лучшими в той или иной рубрике. Часть материалов мы отбирали сами. Значит, мы это, естественно, административный ресурс, потому что читатели отбирали — это демократия у нас. Кстати, была очень оживленная демократия, были очень оживленные. И вот мы два уже таких «Альманаха» выпустили за 2012-2013, но за 2014, я надеюсь, что весной 2015-го появится тоже «Альманаха». Это очень красивое, это скорее такое подарочное издание, оно дорогое. Как бы книга такая. Оно дорогое, оно очень хорошо изданное, это дорогая книга, она, ну, в Москве, во всяком случае, она стоит где-то там больше тысячи рублей, чуть больше тысячи, 1200. Ну, цена для серьезного. Серьезная цена, ну, вы знаете, у нас и тираж, конечно, не такой большой, как у журнала, но, тем не менее, они раскупаются, многие люди для подарков там покупают. Да, было замечено, что коллекционеры как раз-таки и любят покупать пачками номера, берут, которые отсутствуют. Берут пачками номера, которых у них нет и которых долго ждать по почте, они приезжают специально на эти выставки, чтобы приобрести. Ну, могу сказать точно, каких номеров уже нет. Нет первых двух, нет номера с Пушкиным. Да, это был самый ажиотажный, да. Поподробнее, что это, что это, один из моих любимых. Это был про дуэль номер, если я ничего не понял. Целый номер про дуэль? Ну, в общем, да. Ну, про ту самую дуэль. Ну, поскольку здесь, наверное, приоритет должен принадлежать, нахально скажу я, мне, то я тогда, если это кого-то интересно, то я это расскажу. Потому что, вот работая как раз во Франции в 90-е годы, я совершенно неожиданно наткнулся на одну историю. Я был, по-моему, первым российским нашим отечественным журналистом, который об этом написал. Совет Европы, как известно, находится в городе Страсбурге. Я туда часто достаточно ездил, когда Россия вступала в Совет Европы в 90-е годы и обнаружил, что там в километрах 40, наверное, от Страсбурга существует маленький городок Сульц, в котором Дантес был немало мэром после возвращения из России, после того, как он, значит, поучаствовал, я бы так сказал, в злополучной дуэли. И вообще, оказалось, что он был очень уважаемым человеком во Франции, он был сенатором. Он же вывез Гончарову, родную сестру, да, Екатерину, туда. Там сохранился до сих пор огромный дом, поместье его, который сейчас один француз предприниматель выкупил, не зная, что он покупает. Но когда он это узнал, он, значит, очень активно сейчас этим занимается темой Дантес Пушкин. Удивительная вещь, он взял на себя, извините, что я перескакиваю, он взял на себя странную миссию. Очень простой, простой, средней руки предприниматель из, значит, Эльзаса. Он решил помирить потомков Дантеса с потомками Пушкина и организовал их встречу. И привозил их в Москву даже обоих. Значит, московские, ну, вернее так, российские музеи пушкинские, они по-разному реагировали. Насколько я знаю, дом, пушкинский дом, значит, в Питере, они отказались принять. Там очень рьяно чутут память Александра Сергеевича. Ревностно. Ревностно, да. А в Москве, значит, как так, значит, вроде эта встреча, как я понимаю, состоялась в музее Пушкина. Вот. И Дантес похоронен там вместе с Екатериной Гончаровой. Дантес, еще раз повторю, значит, поскольку он был таким гражданином очень уважаемым, в местном там какого-то краеведческом музее целый зал, посвященный ему. Вот. И все это нам показалось любопытно. И вот это... Да, и еще сыграло свою роль то, что мы обнаружили одного ученого, медика, откуда-то, если я не ошибаюсь, из Челябинска, который написал очень интересную статью, которая тоже там же, естественно, связана с дуэлью, о том, можно ли было спасти Пушкина. С чисто медицинской точки зрения. То есть он изучал какие-то материалы. Да, вот как бы ставил диагноз, что называется, да, без всякой политики, без литературы, без эмоций, без всего, да. Такой чисто врачебный взгляд на эту проблему. Наверняка оказалось, что... Что мог? Йодом помазать и все правильно? Нет, нет, не так, не так. Его вывод такой, что сегодня, в сегодняшних условиях, конечно, это легко вылечивалось. В тех условиях он был практически обречен. Но он там еще писал о том, что ошиблись Донзас и все остальные, с тем, как они его везли, с тем, как они его... Да, они его неправильно везли, там, да, и так далее. Ну, в общем-то, могучие ошибки. И сдержки медицины 19 века. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу пару минут и продолжим наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Мужская пятница». Напомню, что в гостях у нас наши столичные коллеги Виталий Дымарский, Алексей Дурново и Екатерина Конакова. Мы продолжаем разговор о журнале «Дилетантс». Номер декабрьский, имея в виду этот декабрь 2014 года, будет сегодня презентован в библиотеке имени Герцена. Начнется мероприятие в два часа. Переходим к следующим вопросам. В одной популярной интернет-менциклопедии, ну, понятно какой, да, журнал «Дилетантс» обозначен как... Это чтобы не делать рекламу, да? Журнал «Дилетантс» обозначен как издание для семейного прочтения. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается очень простая вещь. Я не очень хорошо понимаю наших законодателей, которые придумали эту историю с маркировкой возрастной. Там мы из-за этого всем путаемся. Кстати, из-за этого мы даже замечания не получили от Роскомнадзора, потому что там где-то в какой-то статье нашли какое-то не очень приличное выражение, а у нас стояло 16+, а не 6+. Ну, в общем, дело даже не в этом, да? То есть мы этим самым подчеркиваем, что наша целевая аудитория, как любят у нас говорить умные социологи и исследователи рынка, наша целевая аудитория от, ну, я бы так сказал, от пятого класса, да, примерно, да, где-то там от 12, может быть, даже от 10 лет до бесконечности. Да, то есть, и, кстати говоря, это, вот насколько я знаю, во многих случаях это играет, это действительно на практике так и происходит, что журнал покупается и читается сначала там школьникам, родителями, а потом, значит, там бабушкой и дедушкой, да, по отношению к школьнику, естественно. Вот, так что вот только это. А, кстати, вот этот сегмент, вот эта ниша, именно школьники, она вам интересна? Очень интересна. Она нам интересна в первую очередь, я бы даже сказал. И не случайно у нас есть еще один проект, совместный с очень хорошим детским издательством «Клевер». Сейчас вот уже четвертая книга выходит. Мы, я даже не знаю, как это, книга для чтения. Мы это назвали «Книга для внеклассного чтения». Мы взяли учебник, там, 8-го, 9-го, 10-го класса, да, и в чисто таком стиле журнала «Дилетант» написали статьи вот буквально по школьному курсу. Пользуется огромной популярностью это, потому что школьник это берет в очень доступной и легкой форме. Он читает то, что он изучает на уроках истории. Но, может быть, это дает какой-то больший объем. Да, не одномерность, а некий такой больший объем в восприятии истории, в понимании истории, что вообще, мне кажется, необходимо не только школьникам, но и многим-многим-многим взрослым. Вот. Но, конечно, очень хочется, в первую очередь, для школ. Кстати, проводили мы совершенно замечательно вместе с Венедиктовым Игры, исторические Игры в школах московских. Готовы даже и выехать куда-нибудь, как-нибудь. Напомню, что Алексей Алексеевич учитель истории по образованию. Ну да, конечно, да. И нас поражало буквально, да, вот ребята там, 10 команд по 6 человек в каждой, вот 60 человек, и они вообще отвечают на такие вопросы, на которые не каждый вообще ответит, даже, по-моему, историк. Историки очень такие люди, они специализируются в какой-то сфере, в какой-то области, в каком-то периоде, да, и, так сказать, такого бы широкого охвата у них, да, по-моему, редко бывает, в всяком случае. Ну, какие-то общие знания есть, безусловно. Одна из вишек дилетанта, насколько я понимаю, заключается в том, что автором материала может стать любой. Так или не так? Это скорее для сайта, потому что вы не представляете себе, сколько нам приходят предложений. Причем, как правило, люди даже денег не хотят. Они писали, там, я вот написал статью такую. То есть в день приходит, может прийти, там, 10-20 таких вот писем мне на почту. Ну, естественно, там, причем кто-то хочет прямо в журнал, кто-то хочет прямо на сайт, но там действительно, там, я просматриваю, там есть что-то очень достойное. Вот, но у нас мы очень активно предлагаем на сайте таким авторам вести блог просто. Там, у нас есть такая возможность, да, и исторические блоги у нас приветствуются. Я очень коротко сформулирую это. У нас пишут в журнале историки, которые умеют писать как журналисты, и журналисты, которые знают историю. Их материалы не перепроверяются? Нет, ну что-то, конечно, перепроверяются, уже бывают ошибки. Нет, я имею в виду искажений исторических. Нет, а что такое искажения исторические? Вот, вы считаете... Неточный факт. А что такое неточный? Ну, нет, ну, если не та дата, да, если он напишет, там, условно говоря, что Великая Отечественная война началась не 22 июня, если напишут 25 июня, ну, к примеру, да, то, конечно, мы исправим, потому что мы... Но трактовки истории нет. Это у каждого своя. И мы, еще раз повторю, именно для такого объемного восприятия истории, вообще, я считаю, что не может быть все... Мы не расставляем точки над «и». Мы даем возможность читателю самому думать потом и идти дальше, если его интересует этот вопрос. Он интернет, книжные магазины, пусть идет дальше, глубже. У нас короткие доступные тексты, мы не пишем научных статей. Вот, кстати, это и наш принцип, потому что у нас на сайте совсем вольный подход. Мы, например, позволяем себе делать, например, рубрику «Личностный тест», где ты можешь пройти тест с вопросом, например, ну, кто-то из героев войны 1812 года. Нас очень любят за это, и большое им спасибо, мы тоже их любим. Мы всегда передаем привет пользователе Твиттера, которые поднимают очень часто такой вот вихрь стерики. Как можно про войну 1812 года тест? Как это можно? Кстати, насчет войны 1812 года и Кировской области. Вы знаете, что в Кировской области есть такой Белохолунический район, там есть красивый очень пруд на берегу. Это у пруда недавно поставили часовню. Она посвящена французским военнопленным 1812 года. Как бы вот говоря о примирении там потомков Пушкина и Дантеса, у нас вот появилась такая часовня. Дело в том, что вот именно эти пленные начали строительство вот этих вот сооружений, которые в итоге привели к появлению вот этого красивейшего пруда. И поэтому вот как бы вот уже невзирая на то, что как так можно про войну 12-го года, просто местный предприниматель, очень хороший человек взял и построил такую нормальную, красивую деревянную часовенку, обеспечил к ней подъезд хороший, чтобы все было вот это вот как раз на счет 12-го года. Ой, а что у нас с латышами происходит, репрессированными, да? Ну, там сложная история, мы же говорили об этом уже, конечно. Ну, я думаю, это везде есть. Сложная история ведь... Мне очень понравился, мне один англоязычный знакомый, австралиец, да? У него есть любимая такая присказка, что наше прошлое никогда лежит на том месте, где мы думаем, что мы его положили. То есть вот как вещи, то есть мы пока вот живем, история наша меняется, причем наша личная. Наша личная. Наша личная в том числе, потому что, ну вот особенно пожив там уже несколько десятилетий, да, мы вдруг понимаем, что у нас одно понятие, одни воспоминания свои, да? А вот читаешь, например, тут журнал «Дилетант», уже начинаешь понимать, что все было немножко по-другому. Кстати, вот вам Австралия, пример государства, построенного репрессированными, в общем-то, лицами. Есть смс у нас есть от нашего слушателя Владимира Волкова. Он спрашивает про электронную версию журнала «Дилетант». Можно ли ее скачать бесплатно или нет? Какие еще варианты есть получить журнал? Смотрите, мы не сайт журналу, мы с сайт «Дилетант.ру», мы зарегистрированы как отдельная СМИ. Мы вообще близнецы-братья с журналом, но мы живем своей жизнью, потому что журнал выходит раз в месяц, а мы каждый день обновляемся. Да, сайт не может жить раз в месяц. Мы не можем таким шагом жить. Естественно, мы с журналом тесно сотрудничаем. Сайт доступен бесплатно, можно просто на него зайти и его почитать. Насчет журнала, мы, во-первых, выкладываем каждый месяц бесплатно 4 материала из журнала в формате PDF. Во-вторых, предлагаем его купить, заказать, подписаться и так далее. Но у нас, я призываю вас не игнорировать сам сайт, потому что у нас тоже можно найти и знания свои, можно, кстати, проверить исторические. Там есть рубрика, которую мы называем ЕГЭ, и всяких забавных штук вроде теста там полно. Кстати, был ЕГЭ посвященный Кирову. Да. Да, у нас на сайте. Совсем недавно. В день выхода номера. Они как-то сайт, ну, как бы расширяет, да, так сказать, те темы, которые выходят в журнале. Мы не можем журнал раскрывать, увы. Да, потому что тогда мы просто окажемся на бабах, что называется. Есть iPad-версия, кстати, если кто там в App Store, можно приобрести. Возвращаясь к этому номеру, 12-му, он на кого рассчитан, в первую очередь, на жителей Кирова области? Нет, конечно. Ну, нет, конечно. На жителей других регионов. Ну, убийство Кирова, это история, извините уж, не Кировской области. Не только, вернее, Кировской области. Скорее всего, только не Кировская область, не называешься Кирова. В Кирове-то Киров не был никогда. Да, он мальчик из Уржума. Мальчик из Уржума. Какие я не забываю. Да, 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 еще один мальчик из Уржума. То есть, это даже меньше относится к Кировской области. Вот, нет, так что, конечно, фигура Кирова, она фигура общенациональная, я бы сказал, и отношения к ней очень разные. И это можно, кстати говоря, на материалах этого номера увидеть. Там, на мой взгляд, очень интересная, неожиданно мной тоже обнаруженная статья, очень известная писательница, Татьяна Толстой. Она петербуржка, или петербуржеца, вот я никогда не знал, как правильно. А может, петербурженка? Нет, нет. Вот. Жительница Петербурга. И так получилось, она из очень известной семьи, и так получилось, что их семья там, в Ленинграде, была заселена в квартиру, которая предназначалась Кирову. И в связи с этим, она со своим острым языком, я думаю, что многие ее знают и помнят по программе «Школа злословия», которая выходила на НТВ. Вот. И она со своим таким достаточно злым и острым языком, она там рассказывает эту историю. И, в частности, там, конечно, очень прозрачно ее отношение к фигуре Сергея Мироновича. Надо сказать, что там один есть факт, который я, например, никогда в жизни не знал. Существовал такой миф, что Сергей Миронович был всеобщим любимцем страны, города и так далее. Но, в общем, оказывается, что это не совсем так. И местные жители ленинградские, значит, его прозвали, я не знал, что у меня такое прозвище было, прочитайте Киров наоборот. Ну, мы эту фишку давно знали. Мы здесь живем. Ну да, Ворик, да. Я не знал, что его в Ленинграде так называли. Нет, но там же есть шутка знаменитая, что театр ленинградский переименовали в имени Кирова, потому что он там бывал, и он знал каждую актрису этого театра. Каждую балерину, да. Хотя версия, там же много версий существует его убийства, в том числе версии на почве ревности, но она вроде ничем не доказывается. Что якобы жена этого Леонида Николаева была застукана с Кировым, значит, самим мужем, но это вроде не подтверждается ничем. Хотя до конца, как пишет Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, даже его статья у нас есть там. Но не актуальная, то есть, я насколько помню, он написал лет 15 назад. Ну, не 15, она в начале 2000-х годов. Чтобы не подумали, что он вдруг там оторвался от важных дел по Навальному. Нет, нет, он занимался убийством Кирова профессионально, как юрист, как правовед, и целую книжку издал. И он считает, что ни одна из версий не доказана, и не доказана, и не опровергнута. Поэтому даже у него эта статья называется «Точку поставить рано». Вот, там очень много интересного надо сказать. Ну, а нам точку в этом части, по крайней мере, сейчас придется поставить. Завершается время, у нас первая половина дневного разворота, мужской пятницы. Напомню, что нашими гостями сейчас являются, и уже скоро в прошедшем времени мы будем оба разговорить. Виталий Дымарский, Алексей Дурновой и Екатерина Конакова, спасибо большое. Еще раз напомню, что презентация декабрьского номера журнала «Дилетант» сегодня состоится в библиотеке имени Герцена, начало в 2 часа дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.